Продолжение следует... Слышит, что это Господь говорит, тот возьмет. Я услышал такой новый уровень отношений с Богом и друг с другом. Это раз. То есть вот старые пути, старые, как мы раньше относились друг к другу, друг к другу имели отношения с Богом, меняется. Будет приходить обновление этих отношений. Это будет по-другому, в лучшую, более глубокую, сильную, крепкую сторону. Дальше. Новый уровень обеспечения. Это только верой надо взять. Потому что то, к чему призваны, стоит такие денег. Стоит такие денег. И это обеспечение мы можем получать, конечно, естественным путем. Пойти где-то, я не знаю, взять в долг или там копать огороды. И когда-то там к концу жизни ты соберешь деньги на билет в Турцию. И уже будет поздновато. Но есть обеспечение Божье. Оно есть. И вот эта поездка в Турцию, она просто разрушает мои стереотипы. Потому что еще такого не было никогда. Вот после ЮАРК что-то рухнуло там. Вот у меня лично в плане обеспечения всегда был страх такой. И всегда была такая надежда, что я где-то возьму, я где-то смогу там, где-то пойму. Вот я это сделаю. То есть здесь Бог говорит людям, ни у кого не просил ни разу, дайте мне на поездку. Бог говорит людям там с одной стороны, с другой. Говорит, ну мне Бог сказал посеять на эту поездку. И там не 5 рублей, не 10 долларов. Суммы которых, как я их заработаю? Я их не заработаю никак в сегодняшнем раскладе. И, ну, Господь обеспечивает эти, где-то вообще видно, что в 3 человека сразу летит. Поэтому новый уровень обеспечения верой. Просто никакого страха. А что, а как, это не сюда вопросы. Я не знаю как, но это будет. И новый уровень хождения во власти. Власть слова. Власть слова. То есть, как сказал Илья, не будет дождя разве только по слову моему. То есть он настолько понимал ту власть, которая ему дана, он не сказал по слову Божьему. Он сказал, Бог меня поставил сейчас пророком. Я ключ. Я этот голос. Я эта волна. И если я скажу, это будет. Поэтому он сказал это вовремя. Он не сказал это раньше, позже. И его хоть убивай, хоть пытай, он бы не высвободил дождь. Пока Господь не сказал. Высвободите его. Поэтому вот это пророческое слово. Я его высвобождаю. Кто имеет уши слышать, тот слышит. И берет. Есть что-то сверхъестественное в хождении с Богом. Потому что если этого нет, это не хождение с Богом. Если все, что я имею, это естественным путем приходит, зачем тогда Бог? Этого имеют все люди в этом мире. И это речь не о деньгах. Если деньги во главе угла, это неправильный сразу фокус. Не туда движение. Если цель постижать где-то, получить. Естественно, я вот сегодня сюда ехал и думал, а как вообще выходить из рабства? Как? Вот почему кто-то там... Вот, допустим, у Дмитрия Криковского есть классный принцип. Я советую всем. Жабу, жабу рушит. Он всегда дает чаевые 10% от стоимости. Не важно, сколько это он заплатил. Тысячу заплатил за обед. Он говорит, я всегда даю 10% официанту. То есть я его благословляю. Это я не должен. Ты вообще не должен ничего давать. Но это много, я так скажу. Ну, это много. Я когда это услышал, он зачем так много? 10 рублей оставил там. Мелочевка, чтобы была. Зачем еще что-то ему давать? А он говорит, я знаю, что это работает. И вы знаете, течет, течет, течет и прибавляется. Течет и прибавляется. Нет никакого дрова пути, как вы знаете, я хочу быть Господь источником, благословлять других экономически. Так надо самому вначале жертвенным стать. Оно не может прийти, если я... А мне нечего давать. Не бывает такого. Господь никогда не оставит на нуле. Всегда есть, как это назвать? Вот я это называю точкой опоры для прорыва. Даже в Гадаринском бесноватом оно было, представляете? Что-то в нем было, что бесы не смогли сломать. И на что вообще вот Господь именно уперся, раз и изменилась жизнь человека. Поэтому берем верой, принимаем и идем вот туда, не знаю куда, но идем. Аминь. Если провести такой эксперимент, вот представьте, немножко такой будет смелый эксперимент. Он чисто виртуальный, никогда не будем, практически такое невозможно. К примеру, вот к любому из вас приходит Господь. Вот лично приходит. Лично, вот сел напротив. Ты сидишь там за столом, Господь пришел, сел рядом. И говорит, Юра, вот он говорит, Юра, вот, ну ты же смотришь на Господа. Вот я, к примеру, Господь. Сам Ишуа воплотил. И говорит, Юра, с этого дня, в течение, ну я не знаю, там года пускай. Или вообще всегда. Делай все, что ты хочешь, я все тебе прощу. Ну вот, к примеру, вот хочется тебе там накуриться, напиться. Иди, все, никаких наказаний не будет. Все, как это, лицензия на грех тебе, Юра. Ну вот хочется там поблудить. Иди, блуди. Не будет никаких санкций. Ты не, вот представь, вот такая, раз, и ты такой получил. Ну все, не, послушайте, это ж... Потому что сейчас есть такое, знаете, вот, раб греха или сын Божий. Как узнать, раб греха, вот кто, который живет под законом греха и смерти, или сын Божий под законом духа жизни. Сын Божий даже при наличии такой легализации не пойдет это делать. Ну это мерзко, это отвратительно, ну тру. Даже если сам Господь сказал, Юра, никаких теперь тебе не будет санкций, Юра не побежит никуда. О, классно, а раб греха. Все, здорово, я так давно хотел. Где там Валя доставает припрятанный? Подымим немножко кальянчиком. Я мечтал о кальяне, но мне было нельзя. Вот раб греха, он рванет, а сын Божий, даже если ему сам Господь даст эту свободу, скажет, не бойся, все, наказания не будет. Не заболеешь, не умрешь, не ограбят тебя, там в ад не пойдешь. Он не пойдет, потому что сын Божий имеет нутро, внутренность, которая не может наслаждаться этим. Грех всегда будет отвратительным для сына Божьего. И вот в этом и есть свобода. То есть где-то это отчасти есть, Павел говорит, не все позволительно. Но это не значит, что я бегу это делать, потому что я не хочу это делать, я не хочу туда стревать. Вот так вот это, а если как бы я очень хочу, но боюсь заболеть, умереть, там, что-то какие-то последствия, то тогда, наверное, я еще раб греха. Смотрите, сейчас интересные вещи, если Бог даст до воскресенья дожить, и даст нам попасть в этот наш зал любимый, туда вход как в этот, в какую-то, как ее называть, во святое святых, там, неправильно, не так, что раз, и зашагнул, то будет послание. Знаете, вот сейчас такое я вижу, помните, вот когда пазлы собираешь, и когда один пазл, ты находишь его, как бы, ну вот место, такая радость, не бать, маленькая такая радость. Но если вот собирали когда-то огромные пазлы, там, тысячи где-то, вначале собираешь какой-то один кусок, кто-то собирает другой кусок, кто-то голову, кто-то там, лужайку там. И вот тут какая-то часть собрана, тут какая-то часть уже там, ну, из сотен, тут какая-то часть. Мы как-то, помните, на ночной это, кто застал. И потом, когда начинают соединяться большие уже куски, вот такой момент, когда вот у тебя свою какой-то кусочек ты собрал, вот эта наша зона ответственности, мы ее сделали, то есть мы исполнили. Но где-то у кого-то есть своя, и вот эти сейчас время такое, большие пазлы начнут собираться в одну картину. То есть начнется соединение таких уже сформировавшихся частей. И эта радость будет неописуема. То есть власть, вот все, что в понятие царства, оно будет приходить... И вот есть люди, которые будут служить вот этими, как они, пограничные пазлы, которые будут соединять две больших каких-то вот этих уже структуры, сформировавшиеся духовные. И мы увидим полноту картины Божьей. И вот вещи открываются, если доживем до воскресенья, я поделюсь. Но сейчас немножко попроще вот такое вот Господь показал. Смотрите. В книге Даниила, я даже скажу где, 11 глава, 21 стих, 11-32, там как бы косвенно говорится об Антихристе. И там сказано, что он лестью привлечет к себе. Лестью. То есть его оружие лесть. Лесть это как ложь. Как такая завуалированная ложь. И в Матфея 24-24 написано, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Чтобы прельстить. Это опять же об Антихристе, который... То есть лже-пророки будут какие-то вещи делать, чтобы прельстить. И в Данииловичу сказал, он лестью завладеет царством. Лесть. Лесть. И куда же лезет лесть? Как врагу. И вот, смотрите, душа. Вчера смотрю одно видео попадается. Очередной раз смотрю видео. Ну так все круто. Христианское. Русское. Сделано так, что в плане там музыки, ну песню одну поет, музыки, подачи, динамики, что еще вот, звука. И я чувствую, как моя душа, она уже в таком состоянии находится, что она рыпается, но уже так, знаете, уже как вот подбитый пес, знаете, который там гавкал-гавкал, получил по зубам. Он уже так, как бы, ну гавкнуть боится, потому что сразу там при... И она что-то такая, раз хвостиком зашевелила, душа такая, знаете, как, ой, прикольно так, прикольно звучит. Но дух сразу, дух сразу. Это фальшивка. Это выглядит, звучит, вызывает эмоции, но за этим нет Духа Божьего. Это рассчитано на душу, на душу, на душу. И все там, и слова такие, и все, что мне лично нравится. Но, и вот душу очень легко обмануть, увлечь, прелестить. У вас когда-то было такое, вот у меня было, может быть, это не только у меня, когда что-то вдруг захотелось сильно. И ты готов горы свернуть, чтобы это получить. Вот я помню какую-то вещь, я не помню, что именно. То ли я какой-то плеер хотел, то ли, ну какую-то вот вещь в магазине, и уже деньги были. Я пошел, нету там, на радиорынок, нету. Я на велике тогда ездил, объехал все магазины в городе, все. Смотрите, ну как бы не тяжело было. Такое было желание заполучить эту вещь, и так и не заполучил. Но это душа, вот оно где. Хочу, хочу, срочно, срочно, сейчас же. И душу очень легко прелестить. Она ориентирована на то, что ты видишь, слышишь, чувствуешь. И вот через эти каналы враг и ловит, ловит людей. Вот почему нам сказано, не возлюбили души своей, даже до смерти. Вот почему Павел говорит, я каждый день умираю, и так далее, и тому подобное. То есть, если душа, вот нету этого разделения, то через эти каналы враг закидывает свою ложь. Через то, что я вижу, слышу, чувствую. Об Иисусе сказано, не по взгляду очей, не по слуху ушей. Вот, к примеру, вот этот вопрос, я не знаю, может кто-то там на Ютубе, один из, что там на Ютубе, тут в Симферополе, что ты серегу носишь? Ну, такой вот вопрос, а что ты носишь серегу? А вот последний раз мне один сказал, это бесы. Это бесы, ну, человек, с которым мы там дружим, общаемся, уже не один год вдруг. Он говорит, это все бесы в тебе. Ну, за этим стоят. Я говорю, и, и, что дальше? Ну, вот я скажу, одна из причин, почему ношу серегу. Ну, был момент, я его как-то снял, где-то полгода, наверное, не одевал, уже думал, там нету этой дырочки. А потом опять одел. Чем мне нравится этот момент? Ну, помимо того, что я себя не заставляю, естественно, это делать. Это не то, что я не хочу, вот это надо. Нет. Вот это мое. Но это такой универсальный отсеиватель случайных людей. Ну, вот, просто дело, которым мы занимаемся тут, оно настолько специфическое, что здесь, ну, не каждый, не то, что не каждый, далеко не каждый сможет в этом быть и призван быть в этом. То есть мы не, мы производим, так сказать, Господь нам дает производить товар очень узкого профиля. Не такой вот, как, знаете, универсамый. То есть он очень специфический. И очень нежелательно, чтобы случайные люди заруливали сюда. То есть люди, которых не призвал Бог, а которым просто захотелось попробовать и вот этого еще. И мы в итоге тратим на это кучу времени, а Сережка, она сразу отсеивает 90%. Встретил одного пастора, говорит, а что это у тебя? Я говорю, Серега. Сережка, ты с меня тоже. А суть, если вас на себе. Он говорит, он мне говорит, это не по понятиям. Ну, мне пастор говорит, да не по понятиям. Я думаю, ну я ж не живу по понятиям, чтобы мне как бы соответствовать понятиям. Так вот, один человек рассказывал, так смеялся, говорит, вот мне дали проповедь. Слушаю, говорит, все, говорит, вот мое. Но это Сережка. Для меня, в моем понимании, это гомосексуалисты только мысят. Вот если мужчина с Сережкой. Говорит, не могу, говорит. Вот так, говорит, такой неприязнь. Но, говорит, и не могу игнорировать, что Дух Святой говорит. Так вот, не по взгляду очей. Вот кому открыто, ему пофигу. Сережка, там, ирокез вот здесь будет, фиолетовый какой-то. Ему это не будет, не будет, как знаете, причины. А почему я не слушаю или не принимаю? Потому что у него Сережка. Так значит, слава Богу, что вот это послужило, что мы не потеряли кучу времени. И не надо было человеку, там, знаете, вклиниваться туда, где ему не надо быть. А кому открыто, ему-то без разницы. Сережка, там, Васька, Димка. Поэтому я буду носить. Это, я его называю, как... Отсеиватель. Не отсеиватель, а, ну, как этот, коэффициент религиозного... Определитель вот этого религиозного... Да. То есть, кому открыто. Я знаю, что взрослые люди, все советское прошлое. Для многих, Серега, один, допустим, Криковскому, у Димы были волосы такие до плечей. И один пастор пришел в церковь, где Дима был здесь, вызвал, говорит, Дмитрий, брат Дмитрий, через тебя в церкви дух, гомосексуализм одействует. Он говорит, как это? Волосы длинные. Нехорошо мужчине растить волосы. Я помню, Дима такой говорит, я же, ну, какой дух гомосексуализм? Я же знаю, что есть или нет. Ну, вот у кого-то такое понимание. Поэтому я понимаю, что мы общаемся с людьми, которые там уже в возрасте, и для них, конечно, там, может, музыка это... Вот музыка та же, да? Кому-то вот не нравится музыка. И, смотрите, и мне один сказал, вот если брат притыкается, надо снять сережку. Потому что написано, если, говорит, мясо не буду есть, если мой брат соблазняется, не буду есть мясо. И с одной стороны думаешь, слушай, ну, вот действительно... А потом думаешь, так подожди, а другой соблазняется от музыки громкой. А третий соблазняется, что без длинного рукава, рубахи. А вот цепочка, смотрите, это, наверное, значит, аковы ада. Или там, что в рабстве. Ну, почему? Можно же так придумать, кто первый когда-то одел цепочку на руку. Это ж носили кандалы, цепи там. И вот теперь это значит, наверное... Смотрите, такой момент. Я был в Иерусалиме, я шел по Иерусалиму и смотрю, сидит такое в пейсах весь и продает ниточки красные. По шекелю. И, ну, ты потом мне что-то купи там на своем языке. Я думаю, слушай, прикольно, красная кровь Иисуса, нить. Шекель, думаю, ну, кусок нитки шерстяной. Ну, купил, я на руку не одевал, на фотоаппарат привязал и пошел. Думаю, ну, с Израиля такой, как бы, сувенир. Ну, и для меня это звучало, как кровь Иисуса, там, вот, я такое увидел, красное. А потом мне, значит, мои эти говорят, евреи, родственники, говорят, так ты знаешь, это скабалы, это колдовство иудейское. Они это как обереги используют, они привязывают. Сегодня у нас уже эти нитки продают в Ашане. Какой бизнес прибыльный, кусок нитки, а там стоит он 150 или 200 рублей. Чтобы обереги. И я, когда это услышал, естественно, мне не надо было, то есть, мне объявили, это колдовское, конкретно посвященное колдовству вещь. Я ее снял и выкинул без всякого. Или там какие-то, может, подороже вещи. Потому что там, где про мясо, там сказано про идоложертвенное мясо. И Павел сказал, мы хавать можем его. Нам, говорит, не проблема его съесть. Но если ко мне подходит брат и говорит, а ты знаешь, это посвящено бесам вообще мясо. Это жертвенника бесовского. И он говорит, я не буду тогда вообще к нему притрагиваться, чтобы его совесть не соблазнилась. Хотя я могу это есть. И ничего со мной не будет. То есть речь не то, что серьга там это беса. С чего вдруг это бес? И такое слово, говорит, не ищите Царство Божье во внешнем. Иисус сказал, оно не придет приметным путем. Вот оно внутри вас есть. Это вот то, что невозможно подделать. Присутствие Святого Духа. Вот когда ты общаешься с человеком, ты либо это чувствуешь, либо этого нет. Когда смотришь проповедь, смотришь какую-то песню. Это или есть, или нет. А как вообще защититься от обольщения, от этой лести? Проводить время с Богом как можно больше. И если мы проводим с ним много времени, мы начинаем его узнавать. Присутствие. Потому что можно форму. Вот это же с одним человеком встретился. Ну не важно кто. Не важно. Когда-то он у нас в церкви был, служил, пел. И он говорит, вот я раньше так плохо пел. Я сейчас отучился, закончил институт. У меня теперь вокал такой. Вокал у меня. Какой вокал? Это то, раньше я вообще петь не умел. А если я думаю, ну это было помазано Богом. Для меня разницы нет. Вокал там или это просто какой-то хриплый там, не всегда в попад. Если это помазано Господом, это ценно. Вот как бы на чем акцент. Не то, чтобы спеть красиво. Или сыграть и не ошибившись. У нас же постоянно, мы же ошибаемся, да? Когда играем. Знаете, как мы тогда играем? Вот когда, видели эти, игра в машинке, вот гонки. И вот когда кто не умеет, как он ездит? Вот так, от стенки к стенке. Вот иногда мы так играем. Для Господа. Но если это помазано, то есть мы учим. Это не то, что да здравствует там безалаберность и небрежность. Но говорить то, что это было плохо, потому что я плохо пел, это глупо. То есть не придет Царство Божие приметным путем. Во внешнем его не ищите. Есть сережка, нету. Как ты выглядишь, побритая физиономия или там небритая, или красиво. Но есть люди, ну как есть проповедники, которые вызывают антипатию такую при первом виде. Вот его увидел, как-то не хочется. Ну слушаешь, вот тот же Тодд Бентли, да? Ну как ты можешь игнорировать, что этот Дух Святой говорит? И все остальное для меня лично уходит сразу на второй план. Как он там выглядит, как он там звучит или не звучит. Вспомните эти ночные в Севастополе. Какой звук там был, да? Там такой был звук. Я помню, что мы одну певицу пригласили послужить. Певицу известную. Послужить, думаю. Сестра послужит в доме престарелых. Попоет у нее баллады такие. Она поет, поет, потом бросила. Я работать не могу в такой атмосфере. Тут все ходят там, на тыпой. Я просто сидел, и мне так стыдно было. Какая работа. То есть они не могут работать. И вот на тех ночных, когда еще гасили свет, и мы вот это под барабан орали, жизнь, помните, жизнь. Даже голоса посрывали. Разве это не ценно? Не знаю. Ну, это сила. Вот на таких служениях я готов находиться. А там, где все выхолено, но если нету Святого Духа, фу, просто душа. Душе это нравится, так скажем. Так вот, когда слово отделяет душу от духа, ты начинаешь различать душевное, то есть земное и часто бесовское. И то, что от духа Божьего, как бы это ни выглядело, и в каком бы образе ни пришло. Причем душевное может приходить в очень правильном образе. Но ты чувствуешь, это не Божий дух. Это нравится людям? Да, безусловно, нравится. Почему? Я уже говорил, что наша душа, она не полярна. Можно так сказать? Вот нету полярности плюс-минус. Ей все равно откуда кайф черпать. Со служения, или с футбольного матча, или там с ресторана, или с моря, или с пикника. Духа получает наслаждение вот от этих вещей. Это не значит, что это плохо. Ее так Господь сотворил. Смотрите, вот такое, видите? Ну вот, что это? Гора, да? Гора. То есть, вот здесь широко, потом уже, 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 уже. И здесь вообще так узко, и оно заканчивается. Так вот, Иисус наверху, вот здесь. И шо? Это путь. Вначале у нас широкий такой путь. Широкий. Что такое широкий путь? Это когда ты туда посмотрел пару километров, и туда посмотрел пару километров. И вот тут у нас стоят интересы всякие, то, что нам хочется, то, что нам нравится. Вот так вот. Но чем ближе мы к Господу, тем... Все меньше и меньше, и меньше. Смотришь, уже отрезается. Смотришь, какие-то вещи тебе так нравилось, и мне так нравилось, уже как-то вообще не привлекает. Мне так этого хотелось. Стоит без дела. Ну там, неважно что. То есть, чем ближе мы к Господу, тем уже наш путь становится. Тем меньше там остается для чего-то другого, кроме Него. То есть, потому что в этом широком пути для Него-то есть место, но еще 150 всяких вещей на пути. Но мы подходим все ближе, ближе, и в конце концов остается Он один. И мы понимаем, да мне не надо ничего для счастья. Вот. И вот это что? Это буква А. Апостольство. 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 То есть, вот, оно не должно вот такое, оно не будет такое. Апостольство. Это узкая, узкая дорога. Туда нас Господь идет. Ведет. Сегодня я услышал перед служением. Чем больше твое посвящение Иешуа, Логосу, Слову. То есть, вот, когда Он один, это полное посвящение. Когда у меня 150 других интересов, я посвящаю Иисусу одну 150-ю, вот, от этого, в лучшем случае. Потом все больше, больше, потом Иешуа заполняет все и думает, что уже это, как бы, и вот это уже. Ну, есть и есть, нет и нет. Не принципиально. Так вот, чем больше твое посвящение Иешуа, Слову, Логосу, тем больше власти в твоем послании, Рема. Почему, говорит, я говорю, а больной не исцеляется, а этот говорил и исцелялся. Во имя Иешуа, встань и ходи. Разве мы не видели, как инвалидов дергают, дергают, они не могут никак пойти. А их все заставляют, ну, с коляски. Он уже говорит, отстаньте от меня, я не могу, не иду, я, ну, я же пробую. Почему нет этой власти? Вот одна из причин. Чем больше наше посвящение Иешуа, Слову, Логосу, тем больше власти в твоем послании, в том Рема, что высвобождаешь. Это то, с чего начали, что Господь дает новый уровень власти в слова. И нам нужно быть аккуратными, что мы говорим и желаем. То есть, вот, подытоживая. Когда слово отделяет душу и дух, мы начинаем различать душевное и то, что от Духа Божьего, в каком бы образе это ни приходило. Может Дух Святой говорить через человека в костюме? Конечно. Может Дух Святой говорить через панка какого-нибудь? Конечно. Почему нет? Вот он неправильно отделся. А Иисус говорит, не придет Царство Божье приметным путем. В контексте чего? Он говорит, вы, фарисеи, внешность свою соблюдаете. Чаши свои. А внутри исполнены неправды. Говорит, очисти свое внутро. Потом поймешь, как внешность очистится. Она сама очистится. То есть, не во внешней лоске, блеске или святости дело. Да, я допускаю, придет момент, Господь скажет, сними все и выкинь, забудь про это. Снял, выкинул, забыл. А ну, он отрезает. Какие-то вещи, вот у меня сейчас есть там, я не знаю, какие-то увлечения. Я понимаю, что придет день, они отрежутся, они уже не будут так цеплять. То есть, они, может, будут оставаться в жизни, но такого не будет, что, а, а, вот это, знаете, как, класс, наконец-то там, на рыбалочку, а, наконец-то. Можно подделать образ, но невозможно подделать присутствие. Можно подделать вид, но невозможно подделать атмосферу Божью. Понятно, что кто не знает этой атмосферы, естественно, как он никогда не отличит. Поэтому проводить, еще раз, как можно больше времени в присутствии Божьем, тогда ты будешь различать его присутствие или его отсутствие. Во всем. Даже в самом вот таком вот правильном или странном. Об Иисусе что сказали? Посмотри, не приходит с Назарета, с этого пророка, с Вифлеема, да? Не приходит с Назарета. Может ли быть, что доброе? А Иисус мог сказать, а я-то родился в Вифлееме. Пусть я прописан в Назарете, но по факту-то, по факту, извините. В Вифлееме, а все по слову. А почему он это не говорил? Выше было, нету никакой нужды было оправдываться. Поэтому и нам не надо никогда оправдываться. За Сергу там, я думал, сейчас скажу, потому что у меня есть местописание, я нашел, за что мужики Сергея носили в Писании. Думаю, не-не-не-не-не, вообще в это не влазим. Не нужно. Вот в эти объяснения. Вот так вот. Так что все по-простому. По-простому. Но, тем не менее. Идем в новое. Вот это пророчество, оно подтверждает, что двигаться по-старому привычно, но уже это не будет. Не то. Двигаться в новом страшно, необычно. Но я верю, что... Ну подождите, мы много выдержали вообще до сегодняшнего момента. Мы же много. Ну посмотрите, вот школа Христа. Сколько мы вообще пережили. Не зря же это все. И почему-то вот сидим здесь под кондиционером, да. А не где-то там каждый под своей пальмой. Сидим здесь. Значит, для чего-то нас, к чему-то нас Господь подвел. И качество вот в этих испытаниях и рождалось качество. Качество, то есть крепость. Знаете, когда я помню принес нож мне с Америки, прислали нож. Я пошел его к заточнику, отнес. Он взял и сразу говорит, слушай, хорошая сталь. Мне как бы железяка и железяка. Но качество. И он мне его заточил, я пользуюсь уже много лет. Он не тупится до сих пор. Ну хорошая сталь. Качество. Качество. А есть китайская вот эта там по тысяче сейчас продается в Ашане там или в Меганоме. И ты смотришь, ты понимаешь, что это ерунда. Не дай Бог в бою такой нож достать. Он погнется там об ребро врага. Хорошо. Отец Небесный, спасибо тебе за слово. Мы просто вверяемся в твои руки. Мы как церковь здесь, в Симферополе, и также все, кто в духе с нами, с других городов. Мы веряемся в твои руки. Веди нас ты, Господь, в это новое. Мы как Авраам идем просто верой за тобой. Если ты открываешь двери, значит, мы готовы в них ходить. Понимая, что впереди не будет легче, что наряду с обеспечением, наряду со властью будут и враги немного другого уровня. Будет и давление пожестче, потяжелее. Но тем не менее, верим, что ты не допустишь нам сверх сил. И через что бы нам не приходилось проходить, мы будем взирать на тебя еще. Спасибо, что обрезаешь все лишнее, что путь становится все уже. Что сфера наших интересов сужается, сужается и в конце концов придет к одному общему знаменателю. Это все и во всем Христос. Веди нас в это, Господь. Мы благодарим тебя за все благословения, которые приходят в нашу жизнь. За то, что на этой земле мы не одни, но есть братья и сестры, с которыми ты соединяешь нас в одно тело. И как эти фрагменты пазлов, они складываются в одну картину, когда будет явлен Христос. Мы молимся, соединяй нас по духу Господу. С теми частями, с которыми мы должны соединиться. Высылайте эти связующие звенья. Эти люди, которые будут, как связующие пазлы, соединять эти большие части в одно целое. Эти важные элементы тела Христова, связные, соединяющие, взаимоскрепляющие связи. Во имя Ишуа Анаша. Мы любим тебя, и мы благословляем твое святое имя, Ют-Хей-Вау-Хей. И мы благословляем твою невесту во имя Ишуа Анашиа. Аллилуйя, 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 Слава, Слава, Слава тебе, Господь. Аминь. Аминь. Что-то сейчас Захаиль думал эти дни. Вот 70 человек там, да? Ну, там, может, чуть-чуть больше. Пусть 70. Так вот, если прикинуть, ну, много, да? Вот 70 человек. Сколько? Это на весь зал наш забьется тут на фабрике. И мы уже почти год, вот в апреле год был, именно возрастаем и тренируемся вместе. Ну, там кто-то отсеялся, кто-то... Ну, как бы, основная масса сохранилась. И я вот так подумал, что это очень ценно. Попробуй вот так, да? Ну, может, пока не пробуешь, как сказать, кажется, да легко, что там, там, всех подсоединил. Не-не-не, это не работает так. Люди сейчас в интернете, они очень, как это назвать, они такие, как сказать... Воспирательные. Ну, да, то есть они не будут сидеть там, где им неинтересно. Просто заходить, отмечаться, потому что так надо. То есть они могут... И здесь вот, когда 70, причем общаемся, то есть какие-то отношения, пусть там они виртуальные, они построены уже, есть вот эти первые такие фрагменты. Даст Бог, где-то может пересечемся, может нет, не в том суть. Но даже вот в этом малом уже есть определенное влияние. Мы работаем на вечность, на вечность. И вот тут 70, где-то еще 70, где-то еще есть 70. И сейчас вот это все будет соединяться. И параллельно Господь готовит тех, кто поведет эту хаэль. Понимаете? Будет жить... Это ж не будет какой-то на самотеке там. Будут те... Это не один будет, конечно. Будут те личности, которых тоже Господь соединит. А сильные личности очень тяжело соединяются. Вот так вот, если из опыта. Как этот говорит, Лот, говорит, тесно нам тут вдвоем. Да? Это ошибка. То есть, и каким-то образом Господь соединит, придет понимание. И вот появится хаэль. И если вот эта маленькая сейчас группка, уже какое-то влияние, я его вижу. Я не знаю, кто как, я его вижу. Вот эти вещи, что нам Господь там насчет Рождества, Хэллоуина, Пасхи давал делать. Это немало. И вот это Турция открылась. Я верю, как один из плодов вообще того, что есть хаэль. То, что открывает. Потому что мы туда поедем, мы же не вернемся с загаром только. И мы... То есть, не может быть, что мы поедем, а все как было, так и есть. Тектонические вот духи-то. И ангел активации. Я его увидел, он весь в молниях, он весь состоит. И вот знаете, как вот электричество. То есть, в розетку всунул, заработал. А эти тектонические духи, они ждут этой активации. И этот Божий ангел, он придет, они начнут двигаться. А если они начнут двигаться, начнут вот эти серьезные потрясения. Вплоть до физических землетрясений. Да, и каких-то цунами, и вот стихийных бедствий. Но и в народах пойдет движуха очень сильная. То есть, начнет все двигаться, все начнет быть нестабильным таким. Не будет нигде железобетонный уверенность. Сейчас вот один знакомый ипотеку берет. Знаете, ипотека. Сорок тысяч в месяц. На, ну там, если это, там миллионы все стоит, на годы. На годы. А мы понимаем, что время такое, что никакой стабильности уже не будет. Начнет раскачиваться так, что нету этих годов. Вот просто там спокойно. Ну, по крайней мере, у нас. Движение будет очень сильное. Движение, перемещение. Я верю, что вот Рэба сейчас он пробьет там в Израиле. Мы должны туда ездить в Израиле. Должны. То есть, если авангард Божий не может быть, минуя вообще Израиль. Там все соки вообще собраны. И если даст Бог, там есть места, есть в Иерусалиме, есть где быть. Просто оно еще закрыто. Выезжать туда на неделю, там, на две. И вот просто там молиться, напитываться, получать. И потом возвращаться сюда и приносить. То есть, тут неблагодатный тот огонь фальшивый, а настоящий огонь. Активация. То есть, это все будет. И если, не если, а когда вы побываете в Иерусалиме, вы поймете, что это за место. Я мало где был, но это место там, ну, там надо, я понимаю, там надо находиться. Находиться. Там очень все открыто, очень. И ад, и небо открыто. Так сильно. Именно в одном месте. Почему туда и тянут, и все его захватывали. Я думаю, это все не сказки. Ну, мы уже, конечно, там, не молодые, но лучше еще впереди. Лучше еще впереди.